Слушай, Иван, ты вот расскажи, чем ты занимаешься? Вот там, конечно, есть такая интересная подпись, вот снизу, где-то там. Работаю на атомной станции слесарем, занимаюсь приборами. А каким прибором просто интересно? А сколько это я? Контрольно-измерительными приборами. Контрольно-измерительными, понятно. Всякие манометры. А у тебя еще есть какая-то вторая, я скажу так, работа или увлечение? Скорее всего, увлечение. А почему ты это выбрал как увлечение? То есть ты что-то хочешь изменить вообще? Ну да, хочется изменить, внести как-то свою... Яркие краски желто-синие, да? Давайте немножко сначала, давайте это все по порядку. Там пришел Иван Абрамов, так? Он у нас заместитель координат сосново-борского отделения ЛДПР, вот. И, так понимаю, разговор у нас должен сейчас немножко состояться именно о деятельности, да, твоей, вообще может быть, о деятельности партии по сосново-бору, правильно? У тебя есть вообще, ну вот у вашей партии есть конкуренты? Конечно, есть. А я думал, нет. У всех есть. А ты вот, ну, скажи, пожалуйста, вот у меня всегда вопрос был, да, по поводу партии ЛДПР. Если, например, лидер партии по каким-то причинам покинет партию, да? Ну, подожди, подожди, нет. Да, по-моему, знак ЛДПР есть вообще? Есть вообще? Конечно, есть. Ну, как тебе немножко, кто бы мог занять? Ну, вот кроме тебя. Ну, это я решить не смогу, кто... Не, ну, Бердена, а есть вот такие же яркие, харизматичные лидеры вообще? Конечно. Ну, вот как вот Владимир Вольфович? Есть. Есть, да? То есть, ну, потому что я недавно смотрел интервью Познером, именно с самим Жириновским, да, и он вроде как это, даже сам замешкался, говорит, ну, я буду жить вечно, моя шутка какая-то. Не, ну, вот так вот на самом деле, да, вот не пойдет ли партия ко дну, грубо говоря, да, вот если смеяться такой лидер? Представляешь? Ну, я думаю, что она никогда не пойдет ко дну. А скажи, вот у вас по России вообще как вот вы, в каких регионах есть? Практически в каждом. В каждом, да? А у вас по самому Бору что вообще? Большая вот ячейка, как мы говорим? Правильно? Численность? Да, да. Да, в пределах так... Нормальных показаний. Нормальные, это сколько? Ну, каждый второй БПР есть вообще в городе или нет? Нет. Нет, я на самом деле, наверное, выбор взял БПР и голосовал, на самом деле, честно. Не знаю почему. А я почему-то тебе верю. И ты, по-моему, голосовал в БПР. А я тебе не скажу. Я по-моему, ты что-то такое говорила. Это таинство избирателей. Что ты такое спрашиваешь? Что я такое спрашиваю, да. Скажи, пожалуйста, вот, ну, а в чем заключается вот твоя работа вообще? Ну, именно по партии? По партии? Ну, мы ведем прием граждан, принимаем их обращение, потом подправляем их дальше. Их также рассматривают, и если что-то не помню, ну, нет никакой реакции администрации города, например, то с нашей стороны, то мы делаем запрос в области, даже в Москву и оттуда уже. Да, вот так вот. Ну, есть какая-то конверсия? Ну, вот насколько вот эффективна ваша работа? Ну, пришел человек с какой-то жалобой. Не знаю, вот я, пожалуйста, решил на Михаила. Ну, бывает жалоба. Да, давай рассмотрим это как серьезно. То есть, вот он пришел на меня, пожалуйста, как-то это можно воздействовать, чтобы он не жалоба? Не, например, Михаил открыл Макдональдс, например, да, а у меня здесь под окнами едой пахнет, ну, едой пахнет. Например, я пришел к тебе, закройте, пожалуйста. Ну, извиняйся. А что думали, сколько миллионов? Например, ты огради его, пожалуйста, меня от него-то огради, пожалуйста. Закашляю. Не, ну, например, да, вот сможете помочь? В таком вопросе, ну, вот просто жалоба, например, поступает от всего города, например, да? Или от безрежащих домов, например, на Михаила, что-то как-то повлиять на него можно? Ну, я думаю, что, наверное, можно. Как-то. В смысле, это бесплатно или надо как-то, ну, бесплатно? Слушай, а какие методы там, типа, слышь, Михасяк, пойди сюда, в лесок сходишь, как-то так? Или все-таки уже... Ну, наверное, культурными. Культурно, да? Культурно, да? Ну, да. Я обнял. Ну, это хорошо. Так, а вот вообще, ну, можешь какой-то, ну, парочку, может, примеров рассказать? Ну, действительно, что вы, ну, людям помогли по каким-то вопросам, ну, вот из свежего чего? Из свежего. Ну, вот к нам обратилась женщина, сказала, что управляющая компания реагирует на заявки, чтобы отремонтировали крышу в их доме. Они живут на девятом этаже, и все время, когда дожди у них в квартиру, проникает вода. Ну, мы сделали запрос. Администрация города тоже якобы это делала. И мы обратились в область, чтобы разобраться. И они сказали, что мы можем посодействовать, но вам нужно дополнительно... Ну, это уже мы передали этой женщине, чтобы она еще написала, повторно еще раз письмо, она написала в управляющую компанию. И по ответу уже решать дальше. Ну, то есть, как бы немножко подняли на другой уровень, да? Ну, да. Перескакиваете, да? То есть, ну, когда уже здесь не работают инструменты местные, да, вы уже как бы-то толкать и все это дело дальше. Не остановитесь. То есть, я не знаю, например, по своему подъезду, кому обратиться вообще. И опять на меня смотрят. А я что? Понимаешь, да, в чем? Вот как так? Да, да. Ну, вот вообще, как ты оцениваешь вообще, ну, какая вот, может быть, партия, да, вот, она более эффективно может действовать по городу вообще как-то, ну, и более заметно вообще так, как будет, ну? Ну, после ваших, миссия, после ваших понятных... Ну, как-то, ну, мы уже смотрите на другие, да? Да, вообще, смотрите, как работают другие, потому что, когда мы смотрим, как работают другие, мы чему-то обучаемся, смотрим и, возможно, на себя как-то это проецируем и используем. То есть, вот, есть какая-то еще партия, которая, вот, ну, например... Как вы вот занимаетесь, да? Нет у вас рядом, да, ну, бывает всякая жизнь, но вот просто вот рядом живу и находится, например, какая-то другая партия. То есть, вот, вообще, как вам оценить степень? Вот стоит ли обращаться или, может быть, как? Или это все-таки немножко это политический момент, мы его, возможно, не будем трогать, да? Я так понимаю. Лучше не трогать. Лучше не трогать. Ну, судя по глазам, мы все равно без ситуации. Куда надо обращаться на самом деле? Не, ну, Иван, если что, он уже сказал, он знамя желто-синее-то поднимет и дотащит, понимаешь? А к нам не будут приезжать гости-то Владимир? Будет ли еще? Ну, трудно сказать. Скорее всего, нет. Почему? Ну, у нас было такое мероприятие, к нам приезжал агитпоезд, там были представители партии ЛДПР с Государственной Думы, и они проводили такие пятиминутные митинги, они ездят, поезд ездил по всей стране, в том числе проезжал и нашу область, и приезжал к нам. И на каждой основе, на каждой станции там по 10-15 минут были митинги, и там принимали обращения граждан, и отправляли их, сказали, что каждое обращение без ответа не останется. Ну, это перед выборами, правильно? Не так просто, да? Слушай, а вот так, ну, я так понимаю, что каждый митинг надо согласовать же, да, заранее? А какие там вообще сроки? Ну, вдруг я захочу митинг провести, что для этого надо сделать? Могу ли я партию пить, наверное? Почему? Необязательно. Необязательно? Да. Ну, хочу я, например, оставить права Дмитрия Галина. Ну, забудьте. Теперь нельзя. Сюда, что же, подожди. А где мои права-то в семи или последние динадцати? Ты, если что, не обращай внимания. Это канал Бородач ТВ, он просто канал юмора и позитива. Мы стараемся серьёзно показать, как бы, ну, в позитивном ключе, что не всё так плохо ещё. Если в нашем селении... Чувствуешь уровень, да? Я от Магдонуса за пошлю, а парень только от себя. Насколько он сам себя любит. Так, ну, вот скажи, пожалуйста, может быть, какие-то есть амбициозные проекты у вас? Ну, ваши именно, вот какие-то национальные какие-нибудь? Кроме того, что флаг на строящийся ООС поставил, выгрузить, понимаешь? Есть какие-то ещё планы? Да, такие вот интересные. Ну, расширить ячейку. У вас ячейка или партия? Партия. Партия, да? Раньше ячейки были. Нет, по-заименному, по проектам. Сто лет назад были ячейки. Сейчас уже просто так. Вот, например, у Медведева есть такая штука, да, национальные проекты. Вот, может, у партии есть какие-то проекты, которые вы прям продвигаете? Ну, кроме приёма граждан, может быть, что-то есть? Есть. Только они у нас идут как, как правильно сказать? Нам приходят какие-то, ну, какие-то, как сказать, документы из Москвы, допустим, там, выполнить определённый план, мы его должны выполнить, отчитаться, отправить отчёты, фотоотчёты. Допустим, если какой-то митинг идёт или какие-то мероприятия, нужно это провести так же, как делают это в Москве, например, на высшем уровне. Не, ну, понятно. А вот не митинги, а, может быть, какие-то задачи-то у вас есть? Задача, ну, не кроме того, чтобы там, ну, да, вот, ну, партию развить, да, а вот задача какая-то для людей что-то сделать. Ну, ну, кроме, кроме приёмов граждан, может быть, какие-то... Ну, ладно. Подожди, подожди, как это ладно? Я, конечно, пропустил твой вопрос. Да, ты мог бы повторить? Михаил, хватит. Вот, смотрите, нет, я просто проспрашивал-то, почему? Ну, про вопрос, может быть, что-то какое-то, ну, какие-то мероприятия планируются, например, да, для людей, там, может быть, там, раздача какой-нибудь одежды, там, мало, мало. Ну, вот в таком плане, может быть, что-то есть? Есть, да, такие есть. Вот я про это спрашиваю, ну, а что примерно? Потом, ну, как мы можем выйти на улицу, например, взять, у нас есть наш материал, это футболки, кепки, там, дневники, там, если для школьников какие-то мероприятия провести, там, рюкзаки, футбольные мячи, там, можем подарить им просто. Выйти просто сказать, там, здравствуйте, вот там, примите в подарок. Так, а почему-то сегодня не в майке ЛДКР, мне вот интересно. Ну, ты зашифруешься. Не готов просто. У нас сегодня неформальные, вообще. Ну, так-то да, да, неформальные, поэтому вопросы такие неформальные, простые, обычно. Вот, что еще у нас интересует, вообще, что у нас находится? Меня интересует, в минус 20, можно надеть футболки? Суприма ЛДПР, она будет вообще с игривой? Конечно. Конечно, будет. Будем. Так. При любой погоде. Слушай, расскажи, пожалуйста, где находится отделение штаба, потому что я не знаю. Наш офис находится по адресу проспект Героев 32, это здание почты на втором этаже. А, вот вообще, у вас есть какие-то приемные часы у тебя, например? Да, да. У нас приемные дни среда с 18 до 20.00, и суббота с 13, ой, не знаю, с 12 до часа. Я понял. А где можно, скажем так, электронно что-то написать, какое-то сообщение? Есть какие-то вообще? Да, есть. Анонимку, анонимку написать. Можете? На меня. Ну, кому-то действительно светиться нельзя, а вот хочется, например, кому-то так вот. Вот он за Макдональд все пишет. Клявился, кстати. Макдональдс меня вообще не раздражает. Знаешь, почему? Потому что твой же мой. А меня тем более не раздражает. Да, в Сосновом Бору, есть ВКонтакте группа сосновоборское отделение партии ОДПР, туда может постучаться любой желающий партии, группа открытая, там какие-либо возникают вопросы, пишите, ответим с радостью. Хорошо. Нет, молодец, вот сегодня суббота, да, поскольку я понимаю, ты сейчас пойдешь с гражданами общаться, да, вопросы решать, принимать. Представляешь, кто-то после работы, грубо говоря, на ЛАЭС отдыхает, сходил там по каким-то заведениям, им все тяжело сейчас, вот, а кто-то работает. У нас что-то пикает. Ну, если кто-то слышит, я вот, по крайней мере, я слышу. Ну, ты лайки ставь на пол, да. Понятно, да. Так, ну ладно, можешь что-то сказать вот гражданам, да, и перед тем, как мы, ну, закончим вот какое-нибудь слово, молвить. Вещи. Вещи, слово. Да, да. Обратиться ко мне. А вещам олеги, помнишь? Не помню. Все, я не буду сбивать. Про Макдонниц можешь не упоминать. Ну, хочется сказать, что народу, обратиться как? Так, чтобы народ верил организациям, не думал, что это так для показухи какой-то, чтобы просто отметиться там и потом бездействовать. Наоборот, обращайтесь в разные организации и знайте, что вам всегда там помогут. Там, я иногда видел, такие же простые люди, как и мы, еще и, скажем так, живут в этом городе. Им не все равно, действительно, ребят, граждане. Ну, по крайней мере, теперь вы знаете еще одну, например, организацию, куда можно обратиться со своим вопросом. Правильно? И неважно, где ты живешь, я правильно понимаю? То есть, если тебя не слышат в управляющей компании, да, там, или, ну, не обязательно в управляющей компании, то можно обратиться в любую компанию. Ну, я люблю, да, и сейчас в управляющей компании хотел создать недавно управляющую компанию. Ну, нет, просто предложили. Ну, я отказался. Ну, что? Ну, что, попрощаемся. Всем спасибо. Спасибо, Тейван, за то, что пришел к нам. Спасибо. Приходи к нам еще при воде заявления, грубо говоря, с... Как они? Однопартийцев, да, что ты зависит? Я тебя трогаю секунду, поверьте мне. Ты же ничего не сказал про Макдональдс. С тобой мы поговорим попозже. Хорошо. Все, до новых встреч. Всем пока-пока.